Спасибо. Всем привет тем, кто добрался сегодня сквозь грозу, шару и все такое. Это, безусловно, большой подвиг, и я восхищаюсь. Я хочу представить программу нашего 20-го уже по счету Procday и вкратце рассказать о том, что планируется с ним дальше. Сегодня сыграют две команды, обе они приехали из других городов. Это тоже большой подвиг, спасибо им за это. Из города Владимир выступает проект «Великий немой». Это, скажем так, сайт-проект музыкантов группы «Алгабаз». И не только их. Наш хороший друг и автор журнала Владимир Михайлов собрал эту группу для реализации каких-то своих сольных задумок. В принципе, похожими вещами он занимался и до прихода «Волгабаз». Это музыкальное сопровождение к немым фильмам. Кто только не делает такие саундтреки к немым фильмам, очень много и с удовольствием это делали. Построкеры. Вот теперь очередь дошла до проб-рокеров. Насколько «Прогрессив» соответствует таким старым классическим немым кинолентам, мы сейчас это и увидим. Это концертный дебют, поэтому просьба не судить очень строго. То есть, если бить, то чайник мягким. И программа будет достаточно короткой, но, мне надеется, насыщенной и интересной. И, кстати, сейчас, мне кажется, такого уже почти нет, но когда Володя Михайлов начал нам писать, то очень многие люди считали, что это мой виртуал, что я просто подписываю рецензию другим, похожим именем и фамилией для каких-то своих целей. Так вот, если кто-то сомневался, вот сейчас он выйдет на сцену, и вы увидите, что это совсем не виртуал, а очень хороший человек и музыкант. А про питерскую группу «Arier Garden» можно говорить очень много. У меня сама вовсе мысли запутались после того, как я вас послушал. И я думаю, что это приятное ощущение возникнет у вас тоже. Это огромное множество разных хороших духовых инструментов на сцене. Музыка жесткая, авангардная, интересная. Я думаю, что вы все ее оцените. Ну и Санкт-Петербург. Для них это второй, если не ошибаюсь, по счету концерт в Москве. И надеюсь, что он пройдет замечательно. Вы не ошибаетесь. Спасибо. И вкратце еще про творческие планы. Кто там прищит, не знаю. Мы на этом, скорее всего, брукдеевых в теперешней форме закончатся. Потому что мы сделали за эти два года, за эти 20 брукдеев, мы, как мне кажется, перебрали практически все московские команды. И из, скажем так, ближнего радиуса, которые в состоянии играть, в состоянии что-то делать, более-менее подходят по стилю и наши графики более-менее сходятся. Конечно, есть еще несколько хороших ансамблей, которые я мог либо забыть, либо просто звезды не сошлись. Извините, но просто что-то не получилось. Как-нибудь в следующий раз, в другой жизни и сейчас. Но я еще думаю, что, конечно, на этом организация таких концертов не заканчивается. И в следующем сезоне вы наверняка что-то услышите. Но вот этот цикл, он совершенно точно завершен. Запускать все тоже самое по новой, мне кажется, не очень имеет смысл. И мы устроим некий итог, большой фест здесь же, надеюсь, в субботу. И надеюсь, начиная с какого-то более-менее раннего времени, чтобы перед вами выступило много команд классных. И предлагаю совместными усилиями определить лучших. Мы сделаем на сайте голосовалку, и вы сможете сами писать, указывать, какие из тех более чем 50 команд, или, по-моему, даже почти, ну так, где-то порядка 50 команд, которые здесь сыграли, какие из них кажутся вам самыми мощными, матриевыми, классными, подавимыми. Мне-то, в принципе, тоже и все, но, конечно, есть какие-то свои личные, какие-то откровения за эти два года. Интересно, совпадут ли они с вашими. Ну и по традиции хочу напомнить, что мы издаем журнал «Инрок». У нас вышел свежий номер, ну как свежий, недели две, как уже свежий. Он такой вот хороший, красивый, там, Стив Вай, другие интересные персонажи. Кто не купил, кому интересно, покупайте. Ну а пока что я приглашаю на сцену проект «Великий немой» из города Владимир. Спасибо. 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 Добрый день. Добрый день. Спасибо. Спасибо. Добрый день. Спасибо. Спасибо. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Спасибо. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Интересный момент. В 2008 году два аргентинских кинолюбителя из Буэнос-Айреса на одном из складов нашли старую уже осыпающуюся пленку. Выяснилось, что на ней сохранилось 30 минут кадров Метрополиса, которые не вошли в окончательную версию фильма. Кадры были отреставрированы, вмонтированы. И в 2010 году фильм уже обновленный, полный режиссерской версии был представлен публике. В принципе, я не буду вам рассказывать, о чем этот фильм, потому что советую крайне его всем посмотреть. Это очень интересная, своеобразная, яркая картина. Ограничить лишь тем, той фразой, которой сам Пресланк описывал свой фильм. Он был крайне лаконичным. Это история одного города в 2000 году, где рабочие живут глубоко по земле, а их хозяева на поверхности. Субтитры создавал DimaTorzok 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 вышел на экраны в 22-м году. Первоначально Бурнау хотел экранизировать роман Драку Робрана Стокера, но вдова писателя не разрешила на это сделать. Тогда режиссер «Немудрство и лукаво» слегка поменял сюжет, имена, и таким образом картина вышла в свет. Ждал ее не очень хороший прием. Дело в том, что вдова не простила, подала в суд, суд выиграла. В итоге картина была из проката изъята и уничтожена. Спасло ее, и благодаря этому только мы можем сегодня видеть этот фильм воочию, тот простой негаловажный факт. Несколько копий картин на тот момент до решения суда успели завертись по миру и остались в частных коллекциях. В 1995 году фонд предреклублогима Мурнау раздобыл большинство копий и на их основании был смонтирован фильм наиболее приближенный к режиссерской задумке. Советую тоже вам, крайне, посмотреть этот фильм, поскольку атмосфера у него очень необычная, мистическая. В общем, сейчас так не снимают. На самом деле там это шпиль ужасов, и вся эта атмосфера создается буквально игрой теней, интересными режиссерскими находками, по тем, например, нам вообще революционными. Удивительная игра актеров. Фильм захватывает, но на самом деле оторваться совершенно невозможно, несмотря на его весьма приличную длину. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА